Брачный договор – документ, в котором могут быть определены права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака, порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. С помощью этого документа также могут быть урегулированы споры, такие как порядок общения с детьми, их содержание, место жительства и иные вопросы. Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак или супругов, в котором они определяют права и обязанности как в период брака, так и после его расторжения. В брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак, то есть намеревающиеся вступить в брак и супруги. Брачный договор может быть заключен как в отношении имущества, которое уже было нажито супругами в период брака, так и в отношении имущества, которое будет ими нажито в будущем, то есть после заключения брачного договора. Чтобы заключить брачный договор, супруги должны предоставить удостоверение личности, свидетельство о заключении брака, документы, подтверждающие право собственности на имущество, техпаспорт, если в договор включается транспортное средство. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Кроме этого, если в брачном договоре определяется судьба недвижимого имущества, он подлежит государственной регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими в брак, вступает в силу с момента регистрации брака. Брачный договор, который заключается с супругами, вступает в силу с момента его нотариального удостоверения. Условия брачного договора, касающиеся недвижимого имущества, если в договоре определяется судьба недвижимого имущества, вступают в силу с момента государственной регистрации такого договора. Брачный договор могут также заключить несовершеннолетние лица, вступающие в брак, но только согласие своих родителей. А вот супружеские измены, несмотря на все стереотипы, показанные в кино, включить документ нельзя. Если говорить о том, могут ли несовершеннолетние лица, вступающие в брак, заключить брачный договор, то, конечно же, да. Действующим законодательством предусмотрено, что несовершеннолетние лица, вступающие в брак, могут заключить брачный договор, но, естественно, с согласия своих законных представителей, родителей или попечителей, за исключением тех случаев, когда несовершеннолетние приобрели дееспособность в полном объеме. Что касается включения в брачный договор таких обстоятельств, как измена супруга или нанесение телесных повреждений одним супругом второму и так далее, то, к сожалению, такие вопросы в брачный договор включить нельзя, поскольку неисполнение таких пунктов брачного договора проверить, скорее всего, невозможно. Продолжение следует...